Герой нашего времени Радиоспектакль по роману Михаила Юрьевича Лермонтова Пробегаю в памяти все мое прошедшее И спрашиваю себя невольно Зачем я жил Для какой цели я родился А верно она существовала И верно было мне назначение высокое Потому что я чувствую в душе мои силы необъятные Но я не угадал этого назначения Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо Но утратил навеки пыл благородных стремлений И с той поры сколько раз Уже я играл роль топора в руках судьбы Как орудие казни Я упадал на головы обреченных жертв Часто без злобы, всегда без сожалений Моя любовь никому не принесла счастья Потому что я ничем не жертвовал Для тех, кого любил Я любил для себя Для собственного удовольствия Я только удовлетворял странную потребность сердца Жадностью поглощая их чувства, их нежность Их радости и страдания И никогда не мог насытиться Субтитры создавал DimaTorzok Княжна Мэри Часть вторая Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать Я пошел гулять по липовой аллее бульвара Город спал Только в некоторых окнах мелькали огни С трех сторон чернели гребни утесов Месяц подымался на востоке Вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы Я сел на скамью и задумался Что делает теперь Вера, думал я Я бы дорого дал, чтобы в эту минуту пожать ее руку Печорин? Откуда? От княгини Леговской Как Мэри поет? Знаешь ли что, Грушницкий? Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер Она думает, что ты рожжал Может быть, может быть, какое мне дело? Нет, я только так-то говорю А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Я не думал, что так напугаю вас Она нашла, что это неслыханная дерзость Я на силу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан И так хорошо знаешь свет Что не мог иметь намерения ее оскорбить Она говорит, что у тебя наглый взгляд Что ты верна о себе самого высокого мнения Она не ошибается А ты не хочешь ли из-за нее вступиться? Мне жаль, что я не имею еще этого права Впрочем, для тебя же хуже Теперь тебе трудно познакомиться с ними А жаль, это один из самых приятных домов Какие я только знаю Самый приятный дом для меня теперь мой Однако, признайся, ты раскаиваешься Какой вздор Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини Кстати, на той неделе бал по подписке В зале ресторации Вот увидишь, я буду танцевать с княжной Мазурку Посмотрим Даже чтобы тебе сделать удовольствие Я стану волочиться за княжной Да, если она захочет говорить с тобой Я подожду только той минуты Когда твой разговор ей наскучно Прощай Послушай Пойдем лучше в ресторацию Там игра Мне нужны нынче сильные ощущения Желаю тебе проиграться Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания В девять часов все съехались Под окном в толпе народа стоял Грушницкий Прижав лицо к стеклу и не спуская глаз своей богини Княжна Мэри, проходя мимо Едва приметно кивнула ему головой Он просиял как солнце Это грушна олигарская принесносная девчонка А что такое? Ну, образец, витя, толкнула меня Не извинилась Да еще обернулась и посмотрела на меня в лорне Это невозможно, витя, манагарти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пользуясь свободой здешних обычаев Позволяющих танцевать с незнакомыми дамами Я подошел к княжне и пригласил ее вальсировать Она небрежно опустила руку на мое плечо Наклонилась слегка головку на бок И мы пустились ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю талии более сладострастной Египетки, Ее свежее дыхание касалось моего лица Иногда локон, отделившись в вихре вальса от своих товарищей Скользил по горящей щеке моей Я сделал три тура ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, Я имел уж несчастье заслужить вашу немилость Что вы меня нашли дерзким Неужели это правда? И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, То позвольте мне иметь еще большую дерзость Просить у вас прощения И право, я бы очень желал доказать вам, Что вы насчет меня ошибались Вам это будет довольно трудно Отчего же? От того, что вы у нас не бываете А эти баллы, вероятно, не часто будут повторяться Знаете, княжна, никогда не должен отвергать кающегося преступника С отчаянием он может сделаться еще вдвое преступней тогда Пардон Пермете Ну да что тут Просто ангажирую вас на мазурку Что? Что вам угодно? Что же? Разве вам не угодно? Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего Гораздо свободнее могу вас уверить Позвольте В чем дело? Я прошу вас удалиться Это еще почему? Потому что княжна уже давно обещала танцевать мазурку со мною Ну тогда Нечего делать Но уж в другой раз Ян и господин удалился к своим перестыженным товарищам Я был вознагражден глубоким чудесным взглядом С'иль-ву-плей С'иль-ву-плей Ле-троизиет тур Ле-троизиет дон С'иль-ву-плей Месье Печорин. К вашим услугам, княгиня. Мэри мне все рассказала. О чем? Бомна. Вы поступили как рыцарь. Я вам очень благодарна. Вы очень добры ко мне. Право, я только исполнил свой долг. Ну, не скромничайте. Вы молодец. Благодарю. Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы. Но признайтесь, вы этому одни виной. У меня не было случая княгине быть представленным. Но вы дичите всех так, что ни на что не похожи. А ведь я знавала вашу матушку и очень дружна с вашими тетками. Да, вот перед самым отъездом видела с Марья Алексеевна. Я почти не бываю у них. Ну, полно течится. Я надеюсь, что воздух в моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли? Почту за честь бывать у вас. То-то. Пойдемте. Я не хочу оставлять ее одному. Впечатление, произведенное на княжну неприятную сцену, мало-помалу рассеялось. Личико ее расцвело. А все-таки вы странный человек. Я не хотел с вами знакомиться, потому что вас окружает слишком густая толпа поклоня. Я боялся в ней исчезнуть совершенно. Вы напрасно боялись, они все прискучные. Все? Неужели все? Все? Даже мой друг Грушницкий. А он ваш друг? Да. Он, конечно, не входит в разряд скучных. Но в разряд несчастных. Конечно. А вам смешно. Я бы желала, чтобы вы были на его месте. Что ж, я был сам некогда юнкером, и, правда, это самое лучшее время моей жизни. А разве он юнкер? А я думала... Что вы думали? Ничего. Кто та дама? Которая? Вон та. Осененные розовыми перьями в пышном платье. Тут разговор переменил направление, и к этому уж более не возвращался. Мы распростились, и я пошел ужинать. Ага! Так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасший ее от верной смерти. Доктор, я сделал лучшее. Спас ее от обморока на бале. Как это? Расскажите. Нет, отгадайте. О, вы, отгадывающий все на свете. Ума не приложу. По-моему, тут ничего такого не случалось. Пойдемте ужинать. С превеликим удовольствием. Сacejเรия. Слава Савельев its蘭. Ага! 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 jumboleleleleleleis! Важник ш выходя! Важник штипы! Вад Apple! Важника! Печорин? Да. Благодарю тебя, Печорин. Ты понимаешь меня? Нет. Но во всяком случае не стоит благодарности. Как? А вчера ты разве забыл? Мэри мне все рассказала. А что, разве у вас нынче все общее и благодарность? Пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем. Видишь, я ее люблю до безумия. Я думаю, не надеюсь, она так же меня любит. Послушай, у меня есть для тебя просьба. Ты будешь нынче у них вечером. Обещай мне замечать все. Я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин. Женщины, кто их поймет. То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то они понимают самых ясных намеков. Впрочем, переменим материю. В девятом часу мы вместе пошли к княгине. Проходя мимо окон Веры, я увидел ее окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас взошла в гостиную Леговских. Добрый вечер. Ты нас совсем забыла. Миша никак не отпускает меня. Вы сами избаловали его. Да, наверное. Вот, наконец, могу представить тебе спасителя Мэри, месье Печарин. Очень приятно. Я уже говорила о вас в Вере, так что не дичитесь. У нас все по-домашнему. Идите сюда поближе. Идите сюда, magnetic, and music. Идите сюда, т.к. Это очень приятно. Спасибо, спасибо. Любила я твои глаза, Вернули, когда их радость оживляла. Любила их, когда слеза невольной грусти в них сияла. Любила я, любила я. Послушай, ты должен непременно понравиться княгине, тебе это легко. Ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться. Только? Ты знаешь, что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться. И я буду за это наказана. Ты меня разлюбишь. Ты сама не веришь тому, что говоришь. По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию. Не для себя. Ты это знаешь очень хорошо. Ты можешь поступать как тебе угодно. С тех пор прошло слишком много времени. Ой, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью. Я, может быть, скоро умру. Я чувствую, что я слабею. Со дня на день. И несмотря на это... Прекрасно. Шарман. Это было очаровательно. Шарман. Она сегодня как будто чего-то стесняется. У вас удивительно послушный голос. Он звучит и на низких, и на высоких одинаково непринужденного. Мне это тем более лестно, что мы меня вовсе не слушали. Но вы, может быть, не любите музыку? Против. После обеда особенно. Грушницкий прав. Говорят, что у вас самые прозаические вкусы. И я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении. Вы ошибаетесь опять. Я вовсе не гастроном, у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет. А спать после обеда здорово. Следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Мэри, я прошу для меня вот то, что вы разучивались с Семеном Васильевичем. Но, мама, это оттуда. Нет, я не оттуда. А, вот это? Да, да, пожалуйста. Уся Грушницкий, помогите мне перевернуть страничку. С удовольствием. Почту за честь. Я не могу думать о будущей жизни. Я думаю только о тебе. Вы, мужчина, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки. А я клянусь тебе, я прислушиваюсь к твоему голосу. Я чувствую такое глубокое, странное блаженство. Тише. Что? Что самые жаркие поцелуи. И не могут заменить его. За что она меня так любит, право не знаю. Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно. Со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями. Неужели зло так привлекательно? Она не заставляла меня клясться в верности. Не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Вечорин! Вечорин! Вот. Шампанское? Но что случилось? Я произведён. О, я поздравляю. Давай бокалы. А я вас не поздравляю. От чего, доктор? От того, что солдатская шинель к вам очень идёт. И признаюсь, что армейский пехотный мундир, шитый здесь на водах, не предаст вам ничего интересного. Толкуйте, толкуйте, доктор. Вы мне не помешаете радоваться. Ну что ж, за Эппалеты. Он не знает, сколько надежд придали мне эти Эппалеты. Эппалеты, Эппалеты. Ваши звёздочки. Путеводительные звёздочки. Нет, я теперь совершенно счастлив. Ты идёшь с нами гулять к провалу? Я? Ни за что не покажусь княжне, пока не готова будет мундир. Прикажешь ей объявить о твоей радости? Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу её удивить. Скажи мне, однако, как твои дела с нею? Как ты думаешь, любит ли она тебя? Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия. Как можно так скоро? Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет. Хорошо. И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти? Братец, на всё есть манера. Многое не говорится, а отгадывает. Это правда. Только любовь, которую мы читаем, в глазах ни к чему женщину не обязывает. Тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает. Она? Мне же от тебя, Печорин. Вот увидишь, на балу буду с ней танцевать целый вечер. Когда же бал? Разве не знаешь? На следующей неделе здешнее начальство взялось устроить большой праздник. Я сегодня заказал мундир как раз к балу. До сих пор в этой шинели он был исключением. А теперь подойдет под общее правило. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. Он находится на отлогости Машука, версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать наших знакомых. Сперва это ее забавляло, а потом испугало. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Вы опасный человек. Но это правда. Они носят светло-голубые галстуки и исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам, вздыхая о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на изучок. Что поделаешь, их вводят в заблуждение петербургский покрой сюртука. Я вас прошу, не шутя. Когда вам вздумается обо мне говорить дурно, лучше возьмите нож и зарежьте меня. Я думаю, вам это не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже? Да. Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было. Но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве. Я стал скрытен. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял, и я научился ненавидеть. Я говорил правду, мне не верили, я начал обманывать. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешной, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчится немало. Вы, кажется, пришли сюда вовсе не для того, чтобы увидеть провал. Я уже бывал здесь и не раз. Но княжна тут впервые. А ты не оставил ей минуты полюбоваться на скалы. Вера, ты сама же просила меня быть в стороне. Я отгадываю, к чему все это клонится. Лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь. Но если я ее не люблю... то зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение? О, я тебя хорошо знаю. Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск. В Кисловодск? Зачем? Послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом. Мы будем жить в большом доме близ источника в Мезонине. Внизу княгиня Леговская. А рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Ты приедешь? Конечно. Я сегодня же пошлю занять эту квартиру. Прости мою глупую ревность. Но мне так скучно без тебя. Возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей не самая ли это сладкая пища нашей гордости? Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии, а не принадлежность юности сердца. И глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Скажите, доктор, хорошо на мне сидит мундер. Ну, конечно, можно догадаться, что он сшит не в Петербурге. По местным понятиям совсем не дурно. Грушницкий явился за полчаса до балов в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет. Эпалеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура. Самодовольствие вместе некоторая неуверенность изображались на его лице. Проклятый, как подмышками режет. А зато все-таки поспели к балу. Нет ли у тебя духов? Помилуй, чего тебе еще? От тебя и так уж несет розовой помадой. Ничего, ничего, давай-ка сюда. Ты будешь танцевать? Не думаю. Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазорку. Я не знаю, почти ни одной фигуры. А ты звал ее на мазорку? Нет еще. Смотри, чтоб тебя не предупредили. В самом деле, прощайте. Пойду дожидаться ее у подъезда. Вокруг собрания теснился народ. Окна его светились. Звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно. Мне было грустно. Лежна! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лежна! Вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал. Вы так же переменились Я? Я переменился? Ой, никогда Вы знаете, что это невозможно Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собой ваш божественный образ Ой, перестаньте Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно так часто внимали возгласклонно? Потому что я не люблю повторений Я думал безумным, что по крайней мере эти ипполеты дадут мне право надеяться Нет Лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашему вниманию В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу Не правда ли, месье Печорин, что серая шинель гораздо более идет месье Грушницкому? Я с вами не согласен, в мундире он еще моложай Мэри! Мэри! Да-да Я этого не ожидал от тебя Чего? Ты с ней танцуешь мазурку Ну так что же? Она мне призналась Разве это секрет? Разумеется Я должен был этого ожидать от девчонки От кокетки Но уж я отомщу Пиняй на свою шинель или на своей палетой, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Зачем же подавать надежды? Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь? Понимаю А кто же надеется? Ты, увы, игрок пари Только не совсем Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле Разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм Как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние Я был необходимой в лицо пятого акта Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя Какую цель имела на это судьба? Уж не назначен ли я В сочинителе мещанских трагедий И семейных романов? Почему знать? Месье, агажер и дамы, Мазурка! Я дурно буду спать эту ночь Этому виноват Грушницкий У вас очень мало самолюбия А чего вы думаете, что мне веселее с Грушницким? Я жертвую счастью приятеля своим удовольствием И моим? А признайтесь, что хотя он всегда был очень смешон Но еще недавно он им казался интересен В серой шинели Есть необъятное наслаждение в обладании молодой Едва распустившейся души Она как цветок, которого лучший аромат Испаряется навстречу первому лучу солнца Его надо сорвать в эту минуту Вы дома А почему это вас удивляет, доктор? Входите же Правда ли, что вы женитесь на княжне Леговска? А что? Весь город, говорит, все мои больные заняты этой важной новостью А уж если больные, такой народ Все знают Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов Объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск И княгиня так же? Нет, она остается еще на неделю здесь Так вы не женитесь Доктор, доктор Посмотрите на меня Неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное? Я этого не говорю Но вы знаете, есть случаи В которых благородный человек обязан жениться Есть маменьки, которые, по крайней мере, не предупреждают этих случаев Итак, я вам советую, как приятель Быть осторожнее Здесь на водах приопасный воздух Сколько я видел прекрасных молодых людей Достойных лучшей участи И уезжавших отсюда прямо под Венец Даже, поверите ли, меня хотели женить Вас женить? Именно, одна уездная маменька У которой дочь была очень бледна Я имел несчастье сказать ей Что цвет лица возвратится после свадьбы Тогда она со слезами благодарности Предложила мне руку своей дочери И все свое состояние Пятьдесят душ, кажется Но я отвечал, что Я к этому не способен Вернер ушел в полной уверенности Что он меня предостерег Про меня и княжнуши Распущены в городе разные дурные слухи Это грушницким ударом не пройдет Многие из прошедшего балла на меня дуются Особенно драгунский капитан А теперь, кажется, решительно Составляется против меня враждебная шайка Под командой Грушницкого У него такая растрепанная прическа Такой гордый, храбрый вид Простите, что я без докладу Вы на меня сердитесь? Нет Что с вами? Вы меня не уважаете Княжна, поверьте, я... Оставьте меня Простите меня Я поступил как безумец Этого в другой раз не случится Я приму меру Зачем вам узнать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете И тем лучше для вас Прощайте Вот уж три дня, как я в Кисловодске Каждый день вижу веру у колодца и на гулянии Утром, просыпаясь, сажусь у окна И навожу лорнет на ее балкон Она давно уж одета и ждет условного знака Мы встречаемся будто нечаянно в саду Который от наших домов спускается колодца Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы Недаром Нарзан называется богатырским ключом Слободка, которая за крепостью, населилась В ресторации, построенной на холме В нескольких шагах от моей квартиры Начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей Шум и звон стаканов раздается до поздней ночи Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь Но смешивать два эти ремесла Есть тьма охотников Я не из их числа Берегитесь, мой друг Здешние жители, не шутя, утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви Что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука И в самом деле, здесь все дышит уединением Здесь все таинственное Вот, вот Любезный доктор, вы, кажется, опять хотите меня предостеречь Но поверьте, ничто на свете не заставит меня скакать по ночам в Пятигорск А я как раз собирался сообщить вам, что леговские недалеко сегодня переедут сюда Вы все-таки думаете, что я способен полюбить княжну? Одна женщина полюбила меня за то, что я любил другую Нет ничего парадоксальнее женского ума С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают, за что им глубочайшая благодарность Их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту Забывая, что те же поэты за деньги величали нейроны полубогом Вы говорите о них с такой злостью, точно никогда не жертвовали для них спокойствием или честолюбием? Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия Стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие ума холодных наблюдений и сердца горестных замет Женщины должны бы желать, чтобы все мужчины их так же хорошо знали, как я Потому что я люблю их в осторожность больше с тех пор, как их не боюсь И постиг их мелкие слабости Вот именно, Боже упаси бояться женщин Они как заколдованный лес, помните у Тассо? Лес в освобожденном Иерусалиме Только приступи, на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что, Боже упаси Долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение Надо только не смотреть, а идти прямо Мало-помалу чудовища исчезают И открывается перед тобой тихая и светлая поляна Среди которой цветет зеленый мирт Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад Да, кстати, а что Грушницкий? Все бунтует со своей шайкой Он уже и здесь успел поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну Решительно Несчастье развивает в нем воинственный дух Да Бедная был прав Шинель придавала ему исключительно, свои полеты только подвели его под общие правила В верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает подкумок Есть скала, называемая Кольцом Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко Я ехал возле княжны Возвращаясь домой, надо было переезжать подкумок вброд Известно, что переезжая быстрые речки, не должны смотреть на воду Ибо тотчас голова закружится, я забыл об этом предварить княжну Мэри Мы были уже на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась Да не дурно! Смотрите наверх! Это ничего, только не бойтесь, я с вами Благодарю вас Я обвил рукой ее гибкую талию, моя щека почти касалась ее щеки Что вы со мной делаете? Боже мой, оставьте меня Я не обращал внимания на ее трепет и смущение И губы мои коснулись ее нежной щечки Она вздрогнула, но ничего не сказала Когда мы выбрались на берег, княжна удержала свою лошадь Или вы меня презираете, не очень любите Может быть вы хотите посмеяться надо мной? Взмучить мою душу и потом оставить? Ой, это было бы так подло, так низко, что оно в предположении Не правда ли, не правда ли вам? Не нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок я должна, я должна вам его простить, потому что позволила Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос Вы молчите, вы может быть хотите, чтобы я первая вам сказала, что я вас люблю Хотите ли этого? Зачем? Она пустилась во весь дух по узкой и опасной дороге Я подумал, что она проведет ночь без сна и будет плакать Эта мысль доставила мне необъятное наслаждение Есть минуты, когда я понимаю вампира А еще славу добрым малым и добиваюсь этого названия Я ехал через Слободку Огни начинали угасать в окнах В одном из домов, построенном на краю оврага Заметил я чрезвычайное освещение По временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку Я слез и подкрался к окну Он думает, что он только один и жил в свете От того, что носят всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги И что за надменная улыбка, а я уверен между тем, что он трус Он любит отшучиваться Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте А Печорин все обратил в смешную сторону Да, Крышницкий на него зол за то, что он отбил у него княжную Вот еще что вытомили Я, правда, немножко волочился за княжную Немножко? Немножко, да и точас отстал, потому что не хочу жениться Компрометировать девушку, это не в моих правилах Никто здесь его не защищает? Никто! Тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит Да! Это нас позабавит Только как! А вот слушайте Крушницкий на него особенно сердит ему первая роль Первая роль? Хорошо, согласен Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль Все это вызов, приготовление, условие будет как можно торжественнее и ужаснее Я за это берусь Я буду твоим секундантом Мой бедный друг Только вот где закорючка Пистолеты мы не положим пуль Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит На шести шагах их поставлю, черт возьми Согласны ли господа? Это прекрасный мальчик А ты, Грушницкий Я с трепетом ждал ответ Грушницкого Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею Хорошо Я согласен Берегитесь, господин Грушницкий Со мной эдак не шутят Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей Если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков Берегитесь, я вам не игрушка Я люблю врагов Хотя они по-христиански Они меня забавляют, волнует мне кровь Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд Значение каждого слова Угадывать намерения, разрушать заговоры Притворяться обманутым И вдруг одним толчком опрокинуть Все огромное и многотрудное здание из хитрости и замысла Вот что я называю жизнью Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok